Ну что, огромное спасибо ребятам за то, что боролись, бились, старались все 90 минут. И мы сейчас в такой ситуации, что по-другому никак нельзя. Конечно, может быть, не так ладили мячом, но все-таки вот это давление, которое долго не забивали, много проигрывали. И, конечно, наверное, тяготило наших ребят. Я думаю, что вот этот рюкзак огромный. Сегодня мы сбросили своих плеч. В первых матчах с Шинником и Спартаком-2 действовали два нападающих сегодня в одного. С чем это было связано? Сегодня планы на игру было прежде всего не пропустить, от обороны сыграть, потому что я тоже немножко так вышел, сабли на голо, пошли атаковать. Нам достаточно забили, много голов. Естественно, сделали выводы. Вот. И сегодня играли больше от обороны. И ребята играли здорово. Видите ли вы потенциал у своих ребят, чтобы закрепиться, остаться, сохранить прописку в Афанел? Потенциал есть. Главное, чтобы все были здоровы. Потому что есть ребята, но вот сегодня там два человека, три играли с микротравмами. Очень переживал, чтобы эти вот травмы не усугубились. И, конечно, все равно футбол играют футболисты. Есть ребята хорошего уровня. Главное, чтобы они были здоровы и могли выйти играть. Коллеги, вопросы есть? Да, вопрос можно. Владимир Евгеньевич, сегодня болельщики достаточно недружелюбно встретили вашу команду вначале. И вообще сегодня общался с ними. Они были настроены очень ожесточенно и желали победы, скажем так. Но в то же время были настроены жестко. Как вы чувствовали вот это напряжение и как вот это сказывалось на подготовке к сегодняшней игре? Нет, но мы готовились по плану. Естественно, это только вы сегодня услышали. Да, мы уже это слышим давно. Вот поэтому мы готовились по плану. У нас был свой план, мы его выполнили. И слава богу, Иль. Я думаю, что болельщики, наверное, после этой игры увидели, как ребята стараются, что нет на поле тех людей, которые равнодушны, стараются и спать на них сил. Еще раз повторяю, некоторые играли с микротравмами. Поэтому я думаю, что, наверное, они будут более доброжелательны теперь к нам. Хотя все еще впереди, мы только сделали маленький шажок к той цели, которую мы поставили. Владимир, вы в свое время играли под руководством больших тренеров. И мы вас помним как блестящего нападающего сборная команды России. И с кем-то консультируетесь сейчас в ходе работы? Может быть, с Романцем какие-то проводите звонки, разговоры? Нет? Ну, пока еще не получается. Естественно, я с удовольствием с ним поговорю. Но дело в том, что мы руководим разными командами. Поэтому те советы, которые Олег Иванович мне может дать, Да, в принципе, я как бы и сторонник именно той работы, как работал Олег Иванович. Поэтому немножко у нас сейчас другая ситуация. Прежде всего борьба, борьба. Не уступить. Вот. И как бы на этом мы строим нашу работу. Мы вам желаем удачи в будущем. Еще вопрос, пожалуйста. Вчера после матча в Сочи, у вас Валерий Картин сказал, что после 1-6 от «Зенита» иногда бывает полезно для команды так проиграть, для того, чтобы и с небес на землю опуститься, и вообще многое там пересмотреть в коллективе. Вот для вас поражение от «Спартака» можно ли сказать, что имело какой-то такой же подтекст? В смысле? Ну, скажем, наверное, что-то такое было, но у Валерия Георгиевича по сравнению со мной немножко другая ситуация. Команда вверху турнирной таблицы, возможно, да, действительно, Валерию Георгиевичу как бы легче, ну, лучше видеть, что... Но у нас другая ситуация была. Мы до этого проиграли тоже 0-4, потом 7-2, и как бы... Если и наказывать наших ребят за свою самоуверенность, то слишком уж так много наказали меня. Да и суверенности не было. Наоборот, у нас другая немножко ситуация. Нам надо, наоборот, поверить в себя. Поверить в себя, биться в каждой игре, и я уверен, результат придет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова